Здравствуйте! Вы смотрите новости. О самых важных событиях, произошедших в Оренбурге, расскажут корреспонденты ЮТВ и я, Роман Ланцев. И вот главные темы выпуска. Региональный МЧС проводит противопожарные рейды. В Оренбурге пройдет фестиваль приемных семей, рожденные сердцем. Рок-фестиваль «Байк-пати» готовится принимать гостей и участников со всей России. Подробности расскажем далее. По данным МЧС, с начала года в Оренбургском районе произошло 725 пожаров. Всего в огне погибло 19 человек, 13 получили травмы. В пожароопасное летнее время спасатели проводят рейды по населенным пунктам для профилактики возгораний. О правилах обращения с огнем в жаркий период расскажем в сюжете. С начала лета в Оренбурге введен особый противопожарный режим. Разводить открытый огонь, сжигать мусор на своих участках запрещено. В жаркую сухую погоду это может привести к возгоранию. Сотрудники МЧС каждые выходные информируют население об ответственности за нарушение этих правил. Вручаем памятки, объясняем требования пожарной безопасности, что жилье должен обеспечить, должен человек обеспечить сам противопожарной безопасностью. То есть это закупить огнетушитель, установить домовые извещатели. Для того, чтобы это все люди знали, мы проводим такие вот мероприятия. Для контроля за разведением огня МЧС привлекает квадрокоптеры. Летательные аппараты дежурят в частном секторе и помогают выявить нарушителей противопожарного режима. Здравствуйте, государственный пожарный надзор. Сейчас проводим профилактические мероприятия, информирование населения и граждан нашего города о том, что особый противопожарный режим. Поэтому вручаем вам памятку. Соблюдаем. Ничего не делаем. Траву вывозим, костры не жгем, шашлыки не жарим. Суседи, они все нормально ведут, никто ничего не жгет. Все у нас в порядке. Секунду вам памятку вручу от мальчишки. Противопожарный режим особый у нас. Сейчас у нас каникулы. У нас дети предоставлены сами себе некоторые дома. Поэтому с детьми надо проводить все-таки беседы, объяснять о том, что спички и зажигалки это не игрушки. Хотя бы элементарные требования пожарного безопасности. В случае пожара какие действия надо предпринимать. Соответственно, если у вас есть сухая трава или мусор, значит вы это убираете и вывозите на полигон. Ни в коем случае не разводите костры. Если планируете делать шашлыки, значит это есть электрогриль. Пожалуйста, делайте на электрогриле. За разведение открытого огня во время особого режима пожарной опасности предусмотрена административная ответственность. Гражданам грозит штраф 20 тысяч рублей, организациям до 40 тысяч. Артем Вербицкий, Олег Берендеев. Новости на ЮТВ. В Оренбурге вновь объявлен аукцион на отлов бродячих собак. Стартовая цена контракта составила около полутора миллионов рублей. Это уже четвертый объявленный мэрией тендер с начала года. Срок действия контракта предусмотрен до 15 ноября текущего года. Итоги аукциона будут объявлены 14 июля. По подсчетам СМИ, текущей суммы хватит на отлов 160 особей. Пока что по одному из контрактов в Оренбурге отлов осуществляет подрядчик из Липецка. Приемные дети могут быть родными. В подтверждение этих слов в Оренбурге пройдет фестиваль приемных семей, рожденные сердцем. Корреспонденты ЮТВ пообщались с семьей-участником и подробнее расскажут о фестивале в материале. Всегда все сообща, все вместе. Главный девиз семьи Владимира и Гузель. Семья часто ездит в путешествия и участвует в конкурсах. Родители стараются поддерживать дружескую атмосферу в семье и сохранить любовь. Папа Иноземцев Владимир Александрович, я Насырова Гузель Равильевна, наш сын Павлов Кирилл Андреевич и дочь Иноземцева Лилиана Владимировна. Дети обязательно помогают, то есть они подключаются в работу со взрослыми. Мы обязательно всегда выезжаем все вместе. Встречаем Новый год всегда, всей семьей, праздники. Путешествуем. То есть обязательно всегда семьей. Между детьми пять лет разницы, но, как признается Кирилл, свою сестру он в обиду не даст и всегда поддержит. Ребята трепетно относятся к родителям, а Гузель и Владимир стараются во всем поддерживать детей. Он всегда поможет, у него хороший юмор. С этим и не поспалишь. Мама психолог, хорошая мама, дает иногда, даже не иногда, а всегда поможет, поддержит, подскажет, что там тебе надо сделать. Например, ты попал в ситуацию, она в любой момент, даже несмотря на свои же проблемы, она поддержит. Семья не первый год участвует в фестивале приемных семей. Это отличная возможность показать свои таланты и хорошо провести время вместе. В этом году нам написали и пригласили поучаствовать. На первый этап конкурса мы заполнили анкету, отправили видео, презентацию нашей семьи. И нам сказали, что мы прошли второй этап конкурса. Когда сколько нам предлагали, мы никогда не отказывали. Участники уже прошли первый этап конкурса. И на сцене 7 июля состоится второй этап, где будут выявлены победители. Фестиваль проводится уже восьмой год и приурочен ко Дню Семьи, Любви и Верности. Организаторы – благотворительный фонд «Сохраняя жизнь». Для нас это очень важно и ценно, чтобы как можно больше людей заинтересовались проблемой социального сиротства, чтобы как много больше людей узнали и, наверное, приблизились еще больше к этой теме. Ну и самое главное, мы очень хотим, чтобы каждый ребенок жил и воспитывался в семье. В программе фестиваля – праздничный концерт, в котором участвуют родители с детьми. Для гостей также будут организованы мастер-классы и ярмарка. Самая важная часть фестиваля – это концертная программа, в которой будут принимать участие 6 семей, которые проживают в городе Оренбурге. Есть семьи, которые из Оренбургского района и из Оренбургской области. Классы будут проводить наши психологи, арт-терапия будет проходить. На ярмарке будут представлены работы и изделия, которые были сделаны в нашем фонде руками наших семей и сотрудников, и волонтеров. Очень будет много интересного, нового и свежего. Фестиваль приемных семей пройдет в пятницу 7 июля с 6 часов вечера на площади Ленина. Принять участие может любой желающий. Валерия Поносова, Олег Бериндеев. Новости на телеканале ЮТВ. Несколько дней музыки, рев мотоциклов и более тысячи гостей. В Оренбурге вновь пройдет рок-фестиваль «Байк-пати». О предстоящем мероприятии нашему каналу рассказал организатор фестиваля. Музыкальный фестиваль – это всегда большое и зрелищное событие. И тоска по таким мероприятиям толкает некоторых людей взять все в свои руки. В частности, организовать фестиваль самим. Большая проблема у нас в Оренбурге, что в какой-то момент, наверное, в 2009-2010 году, почему-то перестали проводиться именно рок-фестивали. Это было одним таким из катализаторов, чтобы начать это делать. Чтобы у нас в Оренбурге что-то проходило массовое, интересное для жителей нашего города. Изначально это было просто собраться с друзьями, которые разъехались по разным городам нашей страны. Потом все это так переросло именно уже в большой фестиваль. Фестиваль не коммерческий и открытый, поэтому посетить его может любой желающий. Для этого не обязательно любить рок или мотоциклы. В этом году географии участников и гостей стало в разы больше. Ожидаем в районе полутора тысяч гостей. Опять же, это не только Оренбург, это города всей нашей страны. С Москвы парни едут, с Казани едут, с Альметьевской едут. Близлижайшие города – Самара, Бузулок, Казахстан, Уральск, Ахсай. С Белоруссии приезжают байкеры. Помимо выступления музыкантов, планируется развлекательная программа. Конкурсы затронут и владельцев стальных коней, и простых зрителей. Так что участие сможет принять абсолютно каждый. Байкеры и рок, они идут параллельно, поэтому мотоциклы будут. Будут конкурсы для мотоциклистов, будут конкурсы просто для гостей, кто никакого отношения к мотоциклам не имеет, просто чтобы было весело, повеселиться, отдохнуть им. Проходить будет, как обычно, пляж «Волна». 14 июля в 7 часов начало фестиваля у нас, начинают выступать уже музыканты. С 4 часов у нас открывается заезд гостей. Закроется фестиваль глубокой ночью в субботы, а в воскресенье гости отправятся по домам. Организаторы же начнут строить планы на следующий фестивальный год. Роман Ланцев, Олег Берендеев, телеканал ЮТВ. А на этом у нас все. Еще больше новостей смотрите в нашем телеграм-канале ЮТВ Орен. С вами был Роман Ланцев. Всего вам доброго. Оставайтесь на ЮТВ.